На протяжении всей Второй мировой войны бронеавтомобили являлись весьма важной составляющей вооружения танковых и моторизованных частей и соединений вермахта. Они как нельзя лучше соответствовали доктрине развертывания высокомобильной механизированной армии. Однако к постройке бронеавтомобилей в Германии приступили еще задолго до начала Второй мировой войны. В этом видео я собрал редкие, экспериментальные и трофейные германские бронеавтомобили, начиная со времен Первой мировой, не вошедшие в первый выпуск. Открывает наш сегодняшний список Erhard EV4, один из первых немецких бронеавтомобилей. В 1915 году немецкое командование заказало разработку прототипа бронеавтомобиля сразу трем автомобильным компаниям – Erhard, Daimler и Büssing. В том же году все прототипы были готовы. Машины располагали экипажем в 8-10 человек, минимум тремя пулеметами и броней до 9 мм. Отличительными особенностями EV4 были спаренные задние колеса, полный привод и 12 передач, по 6 в переднем и заднем направлении. Вместе с несколькими импровизированными броневиками три прототипа были соединены в один отряд и посланы сперва на Балтику, а затем на Западный фронт. Там они не принесли серьезной пользы, так как война приняла позиционный характер и броневики не могли использовать свое основное преимущество – мобильность. В дальнейшем машина модернизировалась, она получила дополнительную броню и башня стала вращающейся. Эта модель называлась М-1917. После войны уцелевшие броневики вернулись в Германию, где использовались для несения полицейской службы, в частности при подавлении бунтов. В этом качестве они оказались настолько эффективны, что до 1919 года было заказано и произведено еще 20 штук с обозначением М-919, без радиостанции и с броней более низкого качества. На полицейской службе немцы использовали эти машины практически до Второй мировой войны. Бюсинг А5П – пулеметный бронеавтомобиль Германской империи, периода Первой мировой войны. Наряду с Эрхартом является одним из первых немецких бронеавтомобилей. Разработан в конце 1914 года фирмой Бюсинг в рамках неофициального конкурса на проект бронеавтомобилей для Германской имперской армии. Он обладал полным приводом, двумя рулевыми комплектами в передней и задней части корпуса, высоким клиренсом, поворотной башней и десятью пулеметными люками. Три пулемета были закреплены стационарно. Еще шесть пулеметчиков могли перемещаться между отверстиями для стрельбы. Предусматривалась возможность установить пару 20-мм пушек. Вместе с двумя другими прототипами Бюсинг А5П был послан сперва на Западный фронт. Осенью 1916 года броневики были посланы на Румынский фронт, где образовали отряд МГЦУГ-1 при кавалерийском корпусе Шметова. В 1918 году как минимум один А5П участвовал в боях на Украине. При выводе войск в 1919 году броневик был брошен в районе Николаева. Всего компания изготовила три броневика А5П, после чего командование отдало предпочтение Эрхартам. Daimler модель 1915 – средний бронеавтомобиль Германской империи периода Первой мировой войны. Был создан в 1915 году наряду с Эрхарт ЕВ-4 и Бюсинг А5П для конкурса на создание бронеавтомобиля для армии. Построенный прототип наиболее отвечал требованиям немецкого командования из всех представленных. Броневой корпус автомобиля собирался из бронелистов толщиной от 5 до 7 мм. 1915-й имел три пулемета МГ образца 1908 года с оптическим прицелом, которые в сочетании со своей защищенностью броневыми щитками представляли весьма опасную угрозу для пехоты противника. Четырехцилиндровый бензиновый двигатель Daimler M1464 мощностью 80 лошадиных сил обеспечивал скорость движения по шоссе до 60 км в час и 40-50 по бездорожью. Экипаж машины состоял из пяти человек. Бронеавтомобиль уже имел радиостанцию, однако пользоваться ею можно было только на стоянке. Немецкие источники сообщают о применении этого бронеавтомобиля в период с 1916 по 1919 годы. Заказов на серийный выпуск фирма Daimler так и не получила, поскольку победителем была объявлена машина Erhard EV4. В 1920 году для Нуштрейхсвера было выпущено небольшое количество легких разведывательных машин Klein Kraftwagen машин NGVR. Для их постройки использовалось шасси с колесной формулой 4х2 с обычным небронированным корпусом и одним 7,92-мм пулеметом MG08, установленным на штыре с правой стороны. Экипаж состоял из двух человек – водителя и пулеметчика. Кроме сохранившихся фотографий, никакой технической информации по этим автомобилям не сохранилось. Предположительно, они использовались как экспериментальные и учебные до появления СДКФЦ-13. Гепанцертер Крафтвагн или СДКФЦ-3 – германский бронетранспортер 20-х годов, который позволял перевозить до 12 солдат или 6 пулеметчиков с полной экипировкой. Экипаж состоял из двух-трех человек. Вооружение состояло из двух 7,92-мм пулеметов. Ходовая часть была полноприводной. Максимальная скорость по шоссе достигала 45 км в час. До 1928 года включительно было собрано 33 машины этого типа. Несмотря на моральную устарелость и невысокую боевую эффективность, бронемашины СДКФЦ-3 весьма активно использовались для обучения и тренировок подразделений немецкой армии. В 1933 году почти треть из 105 учебных бронемашин, которыми располагал Рейхсвер, были именно СДКФЦ-3. Интересно, что во время битвы за Берлин немецкая армия мобилизовала всю военную технику, имевшую хоть какую-нибудь боевую ценность. И стоявшие на складах бронеавтомобили СДКФЦ-3 с пулеметным вооружением нашли себе последнее применение. В апреле 1945 года их вывезли на улицы немецкой столицы и попытались использовать против советских войск. Результат был вполне предсказуем. Магерус МАРВ или Манншафтс Транспортваген – прототип вездеходного бронеавтомобиля амфибии 20-х годов. Создавался в 1926 году в рамках конкурса Армейского артиллерийского управления Германии на создание специализированного бронеавтомобиля, обладавшего повышенными ходовыми качествами. Бронеавтомобиль по внешнему виду напоминал колесный танк, имея колесную формулу 8х8 и очень хорошую по тем временам бронезащиту. Толщина бронирования со всех сторон составляла 13,5 мм. На бронеавтомобиль устанавливался карбюраторный шестицилиндровый двигатель Daimler-Benz М36 мощностью 100 л.с. Он также оснащался грибным винтом, установленным в корме, поскольку техническое задание предусматривало возможность преодоления глубоких водных преград. Вооружение бронемашины должно было состоять из одной 37-мм пушки и одного 7,92-мм пулемета. После заводских испытаний в 1929 году один из прототипов был отправлен в СССР, в широко известную теперь танковую школу КАМА под Казанию. Испытания МАРВ продолжались достаточно долго, хотя уже в 1932 году от дальнейших работ по четырехосному бронеавтомобилю фирмы Магерус было решено отказаться. Машина оказалась слишком сложной в производстве, в основном из-за множества возложенных на нее функций, недостаточно технологичной и дорогостоящей. Вместо МАРВ в качестве временного решения был принят к производству трехосный СДКФЦ-231-6РАД. В 1931 году по заказу полицейского управления города Карлсруе, одним из местных автомобильных предприятий, было построено два бронеавтомобиля, которые в настоящее время известны под названиями Daimler L2000 и Mercedes-Benz 14-31. На самом деле, базой для них послужил коммерческий двухосный грузовик Mercedes-Benz L2000, производство которого было налажено в 1930 году. Форма корпуса явно была позаимствована от учебных машин, строившихся на шасси легкого бронеавтомобиля Adler Standard 6 и в качестве отличительной особенности имела двухскатные борта. Толщина бронирования, судя по всему, не превышала 8 мм. Вооружение состояло из одного башенного 7,92 мм пулемета Шварцлоза MG08, но по бортам корпуса имелись лючки для ведения огня из личного оружия. Созданные в предпоследний год существования Веймарской республики бронеавтомобили Mercedes-Benz L2000 предназначались для подавления массовых беспорядков. Сейчас трудно сказать, удалось ли опробовать боевые качества этих машин в реальных уличных столкновениях, поскольку следы L2000 теряются спустя несколько лет. Достаточно редким экземпляром был SD-KFC 247, специализированный штабной бронированный невооруженный автомобиль вермахта. В 1937 году фирма Daimler-Benz изготовила 10 экземпляров модификации А. В период с 1941 по 1942 год было произведено еще 58 единиц, но модификации Б. SD-KFC 247 Ausf A представлял собой открытый сверху бронекорпус, установленный на шасси колесного артиллерийского тягача Krupp с колесной формулой 6х4. SD-KFC 247 модификации B представлял собой частично открытый сверху броневой кузов, установленный на совершенно другое шасси. Данное шасси было полностью аналогично шасси легкого полноприводного разведывательного бронеавтомобиля SD-KFC 221, но двигатель был расположен не сзади, а спереди. Модификация SD-KFC 247 Ausf B имела колесную формулу 4х4 и гидравлические тормоза. Sauer RK9 – проект австрийского легкого колесно-гусеничного бронеавтомобиля. В 1938 году был создан оригинальный образец боевой машины, представлявший собой сочетание танка и бронеавтомобиля, проходившего под фирменным обозначением RK9 и армейским «Panzer Spiewagen RK Ausf A». Корпус собирали из скатанных бронелистов толщиной от 5,5 до 14,5 мм, большая часть из которых была установлена под большими углами наклона. Бронемашина оснащалась бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. Вооружение RK9 состояло из тяжелого пулемета Mauser MG141, существовавшего тогда только в опытных образцах, и пехотного пулемета MG34 калибра 7,62 мм, размещенных в спаренной установке в одноместной башне. Работы по RK9 затянулись до 1942 года. Испытания обоих образцов прошли в целом удачно. При движении на колесах была получена скорость 80 км в час, а на гусеницах до 30 км в час. Такие характеристики вполне устроили вермахт. В конце 1942 года был выдан заказ на постройку 15 машин предсерийной партии, однако ни одна из них так и не покинула заводские цеха. Изменившиеся требования к разведывательным бронемашинам, выданные зимой 1943 года, ясно давали понять, что радикально изменить конструкцию RK9 в сторону усиления бронирования и вооружения не получится. Таким образом, проект колесно-гусеничного разведывательного бронеавтомобиля был навсегда закрыт. Немцы использовали множество трофейной техники. Одним из лучших трофейных бронеавтомобилей был французский Panar 178. Они были захвачены в 1940 году и поступили на вооружение вермахта. Карбюраторный четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения мощностью 105 лошадиных сил обеспечивал машине максимальную скорость движения по шоссе до 73 км в час с запасом хода 300 км. Колесная формула 4х4. Плавность хода обеспечивали полуэллиптические листовые рессоры и гидравлические амортизаторы. В башне APX-3 устанавливалась 25-мм полуавтоматическая пушка SA-35 и 7,5-мм пулемет Raybel. 43 бронеавтомобиля были модернизированы для использования в России в качестве бронедрезин. Получившие колеса для передвижения по железнодорожному полотну, они действовали вместе с бронепоездами, защищая линии снабжения от партизан. Экипажи Panar вели огонь из орудий или же вызывали бронепоезд. Всего в вермахте насчитывалось около 218 бронеавтомобилей Panar 178. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком или комментарием. Для тех, кто не видел, рекомендую посмотреть предыдущие выпуски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!